Дорогие друзья, приветствую вас из Гонконга. Дважды в год, весной и осенью, здесь проходит одна из крупнейших в Азии выставок электроники. И мы специально для канала EWK приехали на это далекое мероприятие от города Москвы для того, чтобы осветить, показать, что наши азиатские и китайские коллеги предлагают из электроники для решения вопросов, связанных с охранением здоровья, собственно, с здравоохранением. Мы постараемся рассказать об основных трендах, об основных идеях, которые здесь были представлены, а также в целом осветить, что же это за выставка и, может быть, если кому-то будет интересно, стоит ли ехать на нее или не стоит. В добрый путь! Мероприятие в Гонконге такого масштаба проходит два раза в год, весной и осенью. Мы были на осеннее мероприятие, сегодня мы приехали на весеннее мероприятие. И, конечно, поражает своим масштабом несколько тысяч, десятки тысяч экспонатов, огромное количество людей. Если говорить про компании, которые здесь представлены, то, конечно же, в основном это азиатские компании. Все-таки выставка находится в сердце Азии, в Гонконге и почти все производители, которые здесь представлены, которые здесь представили свои товары, они азиатские. В основном это Китай, мне кажется, около 90% производителей это китайские производители. Также присутствует Япония, Малайзия, Тайвань и также Индия. Это площадка, где компании представляют свои товары, свои продукты, где есть возможность встретиться с дистрибьютором и продавцем в своих национальных странах, государствах, которые будут представлять эти товары. Что вызывает вопросы, конечно же, это то, что здесь нет почему-то больших игроков. Таких, как мы видели в Барселоне на Mobile World Congress, это Huawei, Meizu, Xiaomi и так далее. Здесь почему-то их нет. Среди огромного количества ширпотреба встречаются достаточно интересные бриллианты, какие-то решения. В первую очередь нас интересовали решения в сфере здравоохранения, и об этом у нас отдельные будут репортажи. Что, конечно же, бросилось в глаза, вот сразу зайдя в первый павильон, бросилось в глаза разнообразие таких товаров, десять в одном. Вот знаете, как бывают мультитулы такие продаются, это нож, в котором есть и открывашка, и ножницы, и нож, и пилочка для ногтей, и вот все в одном, то есть с этим ножом можно целый год прожить, не имея ничего под рукой. Вот здесь такое же ощущение, что китайские производители стремятся к этому же самому. То есть они совмещают в один корпус, в одно какое-то так называемое устройство, просто кучу несовместимых, казалось бы, вещей. Здесь мы можем увидеть аудиоколонку, в которой есть куча выходов, сверху колонки есть куча регуляторов наподобие что-то аудиомикшера, с другой стороны показывает монитор, на мониторе что-то играет, с третьей стороны моргают лампочки, то есть играет музыка, что-то такое безумное происходит, и такого их товаров большое-большое количество. Конечно же мероприятие это в первую очередь представление электроники, и поэтому чисто медицинских решений очень и не очень немного. Но мы и не ехали сюда, прям как на выставку медицинского оборудования. В первую очередь нас интересовал тренд и то направление, каким образом потребитель широких товаров движется в сторону систему охраны здраво-здоровья в медицину. Как мы представляем, просто невероятное количество самых разнообразных устройств, естественно ждем от таких больших выставок какого-то просто иногда креатива, иногда каких-то безумных технологий, новинок и так далее. Здесь, к сожалению, с этим не так все хорошо, хотя есть несколько классных просто классных устройств, девайсов, которые мы обязательно покажем в следующих видео. Были приятно удивлены, обзоры будут чуть позже. Особым отличием решений, которые мы видели на этой площадке, связанных с системой охраны здоровья, является то, что у них нет вообще в принципе медицинской регистрации. И вот эти бытовые приборы, которые потихонечку становятся полезными нам в медицине, они, к сожалению, во многом не основываются на огромную наработанную базу профессионального медицинского сообщества. Но, однако, мы видели представителей компаний из Гонконга, из Китая, которые уже потихонечку начинаются двигаться в клинику и приглашают медицинское сообщество для того, чтобы проводить клинические исследования, обосновывать эти приборы, эти решения с точки зрения медицины. Также большая часть выставки посвящена системам умного дома. Это всевозможные хабы, датчики, работающие на разных протоколах. Это просто стенды, которые выглядят как стена, обвешанная датчиками, и что-то там происходит, взаимодействуют между собой. И китайские производители идут в это все направление и интегрируют эти устройства между собой. Причем, что интересно, не все производители идут по пути такой вот закрытой системы, то есть вот есть мой хаб, есть мой датчик, все, больше никого не пущу. Некоторые из компаний, они понимают, что покупатель может сам выбирать датчик от, допустим, Xiaomi, датчик движения, датчик открытия дверей от FIBAR и так далее. И тем самым некоторые компании делают такие устройства, куда можно было бы подключить датчики и решения от разных производителей. И так что, конечно же, радует. Отдельно хочется отметить тот факт, что помимо представителей малого и среднего бизнеса большое количество стартапов. Ну, этот общий, опять же, тренд всего мира, и в России такое намечено, и в Европе, и, в первую очередь, конечно же, это пришло и из Соединенных Штатов Америки, когда какое-то интересное решение, интересный прибор, над ним объединяется определенная команда, ищутся какие-то средства, финансирование, подтягивается какая-то база, маркетинг. Это выделяется в отдельную ячейку. И вот на этой выставке тоже были представлены отдельная зона, посвященная стартапам. На разном уровне выхода этого товара находятся производители. Было очень-очень интересно. И мы отметили тот факт, что были такие решения, которых мы нигде не видели. Мы не видели их ни в Европе, ни в Америке, ни в России. И об этом мы вам будем рассказывать в следующих наших выпусках. Что, конечно же, опять хочется сказать по поводу беспроводных технологий, по поводу передачи данных, по поводу умных каких-то устройств. А те устройства, которые используют Bluetooth, они крайне ненадежны и крайне капризны в работе. Почти на все стенды, куда мы подходили, пытались записать обзор, попросить продемонстрировать, как работает то или иное устройство, везде возникали проблемы. То есть сам разработчик не может с первого раза включить, подсоединить, приходится завершать приложение, выгружать его из памяти, перезагружать устройство. Все это, естественно, вносит некий негатив в использование всеми этими технологиями. Наверняка с выходом либо новой версии Bluetooth, либо, может быть, с использованием других вариантов, беспроводной передачи данных, естественно, может быть, эта ситуация исправится. Пока же, к сожалению, Bluetooth как и был, так и остается крайне ненадежным и таким капризным протоколом, с которым, наверное, не все категории людей смогут работать так вот легко и непринужденно. Впечатляет масштаб. Масштаб не только самого мероприятия, а масштаб рынка. Ряд наших партнеров, с которыми мы давно работаем, китайских производителей, рассказывали о том количестве товаров, которые они продают. Один из производителей, достаточно неплохой производитель бытовых весов, продает в день 10 тысяч таких приборов. Это, конечно, колоссальные объемы. Возможно, они не сопоставимы со смартфонами, но, тем не менее, это тоже огромный рынок, который сейчас сформирован и потихонечку растет и двигается тоже в систему охраны здоровья. В целом, в завершении хочется сказать, что данная выставка нам понравилась. Она принесла ряд новых идей, массу положительных эмоций, впечатлений, ярких впечатлений. И, наверное, мы можем рекомендовать это мероприятие, эту выставку. Кто интересуется какими-то устройствами, гаджетами, новыми технологиями, не только в здравоохранении, но и в других, может быть, каких-то сферах жизни, сюда стоит приехать. Сюда действительно стоит приехать. И эта выставка не похожа на Барселону, эта выставка не похожа на американский СЕС. То есть это что-то другое, это свое, но оно, однако же, довольно-таки впечатляющее. До новых встреч специально для канала «Эв Икеа» из Гонконга. Дважды в год лет... Почему лето? Лето хочу. Ладно, хорошо, давай. Здесь представлено огромное количество компаний, огромный выставочный... Перепис. А вот давай еще сюда подходи тоже. А что, не сняли, да? Давай, поехали. Спасибо.